братья сестры доброе утро это санкт-петербург мы все помним вот эту интересную притчу которая описана в матвее в 20 главе когда хозяин виноградника выходит и нанимает работников свой виноградник да и мы видим в конце рабочего дня он договаривается с тремя группами людей за одну плату но те кто работали меньше всего которые наняты были в конце рабочего дня получили ту же плату и те которые весь день и там они говорят что перенесли зной жару этого дня почему мы получили меньше да и такой определенный конфликт они сказали что мы же должны больше получить и хозяин смотрите интересную вещь говорит он же сказал в 13 стихе одному из них друг я не обижаю тебя не задинари ли ты договорился со мной вот а вот 15 стих нам говорит что разве я не властен своем деле делать что хочу если глаз твой зависит или глаз твой завислив от того что я добр вы знаете о чем я размышлял а в самом начале интересно что сказано что царствие небесное подобно думаю как здесь царство это небесное еще связано здесь мы четко можем понимать чисто по-человечески если ты пришел к работодателю и договорился с ним за одну сумму не размышляя о том что он тебе должен больше дать потому что ты больше работал ты на что он тут и говорит что ты договорить когда ну как со мной договорился так и получил но причем здесь царствие божье интересно вот о чем я подумал здесь что если мы посмотрим рассмотрим эту все-таки притчу из притчи следует вывод что в царстве небесном награда зависит не от заслуг работников а от доброты все-таки царя и мы понимаем кто такой царь это все-таки господь и интересно что когда мы иногда видим как будто бы несправедливость по отношению к нам то нам кажется что как-то должно по-другому с нами поступиться что ли с нами но мы должны понимать что у бога свои стандарты он вообще бог он делает как хочет он принимает решение как хочет нам давным-давно как верующим людям нужно подчиниться и покориться все-таки воле божией его мышлению его желанием вот и не выдумывают какие-то свои вещи вот почему потому что но это такой серьезный грех который еще процесс с которого начал адам и его когда они были непослушны господу и так нам нужно всегда понимать и поставить бога на его высоту и никогда не предъявлять господа почему он делает так а не иначе интересно что бога свой взгляд и иногда он может поощрить человека но не за те заслуги которые как ты кажешься ты обладаешь вот и здесь мы дальше понимаем что писание нам говорит что не делами все-таки оправдывается человек веру и в иисуса христа в бога ему важны отношения с нами вот они многоделие хотя делами вера достигает совершенства но прежде все-таки послушание богу голосу бога бога нашему господу будьте благословенны аминь